Первая реакция. Интересно, сколько осталось мне жить. Детей с самого начала думаешь, успею ли выдать замуж дочку, и вот она хочет стать врачом. Могу ли поставить ее на ноги. У меня был сильный шок. Я сильно худела от этого, и получается, ничего не хотела, не кушать, не жить. Я себя считал, как, вот знаешь, вот такой изгой, да? Сидишь на наркоте, проблемы везде. Проблемы в семье, проблемы с властями, нет денег. Очень много там неправильных движений делаешь, обманываешь, даже вплоть до воровства. Ну, в общем, все в жизни, да? Еще и ВИЧ. Ну, может, полгода назад где-то вот так я познакомилась с этим проектом. Это вот терапию начала принимать. И вот они следят за терапией моей, как я принимаю, за моими анализами, как все, что, 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 со званием постоянно. Существует лечение при ВИЧ-инфекции. Это препараты, которые выдаются каждому человеку, имеющему ВИЧ-инфекцию. Эти препараты выдаются человеку бесплатно. Я всегда говорю, это как батарейка на следующий день, как мы телефоны заряжаем, так и здесь. Ты выпил таблетку, ты знаешь, что ты защищен. Ты знаешь, что твои дети будут здоровы. Твой супруг или супруга будут здоровы. У нас есть в проекте самотест. И те люди, которые сообщества, не хотят прийти в офис. Сам по себе закрытые люди, которые не хочут показать себя. Я им предлагаю самотест. И сам, все дома, они сделают тесты. Чтобы человек начал тебе доверять, нужно знать уровень его жизни. Как он живет, его менталитет, образ жизни. Я, например, очень хочу жить сейчас. Я не хочу свою жизнь раскидывать направо и налево. Тем более, у меня есть для кого жить. У меня маленькие детки, которых я хочу воспитывать. Учинфекция, вот как я говорила, это не конец жизни. С этим можно прожить долгую, счастливую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok